Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео назвал Хочу японский автомобиль, а денег нет Но это сказано не к тому, что можно приехать в Приморский край, в город Владивосток И без денег уехать на автомобиле Конечно, можно так сделать, приехать без денег Ой, без денег уехать на автомобиле Приехать без денег и купить автомобиль Так, конечно, можно сделать, придется взять кредит Но я категорически вообще против этих кредитов Почему я назвал так видео? Потому что большинство, большая часть людей обращаются, у которых бюджет ограничен У кого-то нет миллиона, нет полутора миллионов, нет двух миллионов Да нет даже там 800 и 900 тысяч Да, и многие спрашивают Вот есть у меня бюджет 500-600 тысяч рублей Что взять? Ребят, я считаю, я считаю, что это оптимальный вариант За 550-600 тысяч рублей Это паса Свежий кузов Есть паса Есть дайхатсу бун Автомобили один в один Полностью одинаковые Так, сейчас немного технических характеристик расскажу И уже расскажу про данный автомобиль Сколько он стоит, какой пробег И вообще покажу вам состояние данного автомобиля Друзья, данный автомобиль выпускается с 2016 года по 2018 год Значит, по сравнению с предшественником Колесная база у данной модели У данного автомобиля увеличилась на 50 миллиметров Пространство между рядами в салоне увеличилось на 75 миллиметров То есть автомобиль стал повместительным Объем двигателя 1 литр 69 лошадиных сил Трансмиссия идет только в вариатор Двигатель 1 КР Всем нам привычный Объем топливного бака составляет 36 литров Тип привода на этих автомобилях идет либо передний Либо, соответственно, 4 ВД Гибридных версий таких автомобилей не бывает Клиренс 150 миллиметров Расход топлива, заявленный, опять же, заводом-изготовителем Составляет от 3,6 литра до 5 литров Там 5,3 В зависимости от типа привода Современный хэтчбэк Итак, данный автомобиль 2017 года выпуска Это был подбор автомобилем Поиск автомобиля под ключ Изначально созванивались Велась переписка с подписчиком Хотелось комплектацию мода Но Их очень мало Да, внешний вид другой Фары линзованные Машина смотрится намного круче В общем, договорились о том Что ищем не моду Ищем хороший автомобиль С небольшим пробегом Естественно, он должен быть не бит Не крашен Не ржавый С нормальным адекватным пробегом Друзья, когда я беру поиск автомобиля Мы всегда обсуждаем пробег Я всегда беру с запасом Да, то есть Ну, сразу хочу сказать Автомобили с пробегом 20, 30, 40 тысяч Я не ищу Но я не говорю то, что таких автомобилей на авторынке нет В основном поиск Когда подписчик заказывает Когда человек заказывает поиск автомобиля Но опять же, да, смотря какой марки Вот допустим Если брать данный автомобиль То здесь было оговорено пробег Там до 100 тысяч Но я еще раз повторюсь Это не говорит о том, что пробег будет 100 тысяч Будет 100, значит 100 Но состояние будет офигенного автомобиля Будет 20, значит будет 20 Итак, данный автомобиль 2017 года На климате К этому мы сейчас вернемся Красивый, дорогой, темно-зеленый цвет Пробег у автомобиля 33 тысячи Это настоящий, родной его пробег Автомобиль не бит Автомобиль не крашен Он весь в родной краске Недостатков на автомобиль практически нет Но опять же Так, чуть не упал Многие за мной наблюдают Кому я уже проверял автомобили И многие от меня слышат фразу То, что вы покупаете не новый автомобиль И абсолютно новым он не будет То есть как ни крути Это пробежный автомобиль по Японии На нем ездили Будем ходить Искать Конечно, какую-нибудь маленькую царапину Возможно, какие-то сколы Мы найдем Но знаете, это Опять же Не то, что там какая-то глубокая царапина То, что нужно делать Красить Я вам пример сейчас найду Какой-нибудь Ну вот, допустим Берем ручку От ногтей царапины Вот идет маленькая царапинка Вот она Это все полирнется Вот это от ногтя царапина Бывают сколы на гранях дверей Здесь у нас, по-моему Ну вот, вот, смотрите Пример Левая сторона Вот она идет царапина Вот она В аукционнике это отмечено Если кто думает То, что вы получите кузов Без каких-либо вообще Короче говоря, идеальных как завода нет Делов на 5 минут Покупаете полироль Тряпочку 2 минуты времени Царапина это уходит Или, допустим Ну, на данном автомобиле Тут действительно Практически ничего нет Где-то тут, по-моему, сколы были На грани двери Да нет Ну вот, видите Вот Вот Это все уйдет Вот здесь вот много царапин От ногтей Вот они царапины Это вы руку подносите И ногтями царапите Вот это место Полируй, не полируй Они будут постоянно Поверьте Уже опробовано Можно наклеить сюда накладки специальные Но, не знаю Надо это делать или нет Итак, пробег 33 тысячи Стоимость данного автомобиля 597 тысяч рублей Я бы сюда поставил бы еще туманки И, конечно, внешний вид у автомобиля Очень-очень даже изменился бы Я сейчас покажу состояние автомобиля снизу Немного удивитесь В каком он состоянии Посмотрите Состояние по низу Я действительно могу назвать новое Сзади сонары Катафоты Камера заднего вида есть Подогрев заднего стекла Дополнительный спойлер Омывайка здесь Антенка с правой стороны Шильдик пасса Крышка багажника Пластик Передние крылья Тоже пластиковые Также бесключевой доступ Установлены ведровики Размеры резины На этом автомобиле 165-65 на 14 Давайте посмотрим состояние двигателя И плавно перейдем в салон Значит хотелось бы отметить Капот поднимается довольно высоко Это очень удобно Залить ту же самую Тот же самый омыватель Поменять аккумулятор Поменять фильтр Да и вообще в принципе При обслуживании автомобиля Это действительно удобно Бывают такие автомобили Где он задирается Ты подходишь И начинаешь голову упираться Посмотрите друзья Состояние Подкапутного пространства Здесь просто все блестит Есть щуп Посмотреть масло в вариаторе Это тоже очень удобно Давайте начнем салон Смотреть Переднее сидение Идут диваном Есть подлокотник Сидушка ездит вперед Назад Регулируется спинка Регулируется подголовник Вверх Вниз Знаете что мне нравится Вот здесь нет никакой перегородки И когда я сажусь Не важно кто садится Коленка Никуда не будет упираться Я сел Сел Мне сидеть Удобно Мне сидеть комфортно Есть куда опереть Руку свою положить Вот сюда Ну Сюда ничего не положить Влечить воду Будешь ехать У меня тебя будут постоянно болтаться Естественно Это аэрбэк Дуечка Она регулируется Во всевозможные Положения Также еще дополнительно Обдув идет Бардачок Довольно неплохой Вместительный Аукционник Настоящий Родной 33 тысячи Пробег на нем Крючок Напишите в комментариях Пользуется кто-нибудь Все вот этими крючками Или нет Я ими никогда не пользуюсь А у меня их и нет В автомобиле Солнцезащитный козырек Есть даже зеркало Тоже согласитесь Очень удобно Когда есть в автомобиле Зеркало В козырьке Сюда транслируются У нас ремни безопасности Автоматический Стеклоподъемник Ну и в принципе Все да Дверная карта Пластик Но пластик такой Как вам сказать Не самый грубый Не самый Не самый плохой Плавненько переходим На второй ряд сидений Тоже пластик Такая ниша Бутылка Под бутылку Под стакан Исофикс Да Было критерий Но он на всех идет Вот Не знаю Меня допустим Раздражает Когда ешь в автомобиле Ремешок вот Трясется Трясется Специально Придумано Ремешок цепляется И он Не трясется Места довольно много На втором ряду сидений Есть перегородка у нас Значит Трансформация салона Вот таким образом То есть второй ряд сидений Спинки складывается По отдельности Ровного пола нет Немаловажный вопрос При покупке автомобиля Для кого-то это Большой такой Серьезный критерий Объем багажного отделения Холодильники Печки Переезды На данном автомобиле Не получится Небольшая коляска Влезет без проблем Ну если на то пошло Пару мешков картошки Тоже можно запихать Но я думаю На этом автомобиле Картошку возить Никто не будет Хотя есть Знаете Такие индивиды Приезжаешь Машину смотреть А там Там реально Можно картошку У него в машине садить Как люди Так относятся К автомобилям Мне нравится Что здесь нет пластика Он не будет царапаться Нет Он есть конечно Наверху Да Но Особо доверху Мы Угрузить не будем Есть запаска Это тоже плюс Несомненный К автомобилю Три подголовника То есть Три пассажира У нас туда влазят Лифт сиденья Наверх Обратите внимание Да Водительское сиденье Насколько оно шире Чем пассажира Сюда конечно Можно посадить Третьего человека Да Путем убираешь подлокотник Все он сюда Без проблем влазит Но Нельзя так ездить Широкий Удобный Подлокотник То есть Он особо здесь не гуляет Очень удобно Класть сюда Руку Дальше Заводится автомобиль С кнопки Напоминаю Чтобы завести автомобиль Нажали на тормоз У нас загорелась Зеленая кнопка Все автомобиль У нас Завелся Не уделил я подстаканнику Внимание Но ничего Уделим с правой стороны Подстаканник Он выезжает То есть Немного надавили Он выехал Удобно Чик там Направили Охладили себе Лимонадик Либо кофе Зимой подогрели Ну ладно Это такая Шуточка была Так Удобно Расположена Кнопка Складывания Зеркал Кстати Здесь можно Выставить на авто При закрытии автомобиля Они будут складываться Удобно В плане Не надо Никуда тянуться Ни туда Ни туда Вот здесь Все Пожалуйста Регулируй В дальнейшем Будет видео Не знаю Когда оно выйдет Вот Наверное Через недельку Вчера забирал Бандита Суриска Вот И столкнулся С такой проблемой То что Ехали уже В темное время Суток Обратно Неудобно Тянуться До климат-контроля В темное время Суток Потому что Ты едешь У тебя рычаг Получается Ну климат Это перекрывает И не особо Видно Здесь В принципе В принципе Нормально Сейчас я Вот В камеру Смотрю Да Как бы Тоже перекрыто Но по факту Да Я вот У меня голова Немножко там То есть Мне видно Будет Будет Очень удобно Мультимедиа Система Обычная Стандартная Здесь тоже Идет пластик Вот они Ремешки Про которые Я говорил Подсветка Тоже Зеркало Гудок Дворники Мультируль Который Работает На данном Автомобиле Рычаг Переключения Вариатора Снизу Ниша Руль У нас Вверх Вниз Больше Не регулируется Есть Автомобили Без климат Контроля На крутилках Но на климате Конечно же Он смотрится Намного Круче Пробег 33 тысячи Пробег Никто Не крутил Кнопка Старт Айстоп Датчик Присолкновения Антиюз Датчик Присолкновения Я вот сейчас Ехал Гнал Автор Распортную Компанию Он просто Пищит Автомобиль У меня Не пытался Каким-то Образом Скажем так Сам Затормозить В общем Мне автомобиль За этот бюджет Очень Нравится Я считаю То что Это Оптимальный Вариант Покупки Автомобиля Не покупки Автомобиля А именно Оптимальный Вариант Покупки Такого Автомобиля Если у вас В кармане 550-600 Тысяч Рублей Ну Что вы возьмете Кейкар Согласитесь Литровый Автомобиль Он намного Лучше Кейкар Можно Рассмотреть К Покупке Тойота Танк Руми Джасти Тор Вот Но В таком Состоянии С таким Пробегом Я не Находил Автомобиль Поэтому Друзья Кому Нужна Помощь Приобретение Автомобиля Я Всегда Для вас На связи А вон Авторынок Не видно Наверное Вот сюда Телефон У меня Один Мой Телефон Указан Под каждым Видео В описании Канала Всем огромное Спасибо Кто смотрит До конца Всем огромное Спасибо Кто комментирует Кто ставит лайки Хельтерам Тоже спасибо За дизлайки Всем пока До свидания До свидания Субтитры